Итак, ну что, всех приветствуем, друзья, отправляемся смотреть сразу матч, который хотели Absolute Legends против Хавков из Финляндии, друзья, здесь уже выиграна первая пистолетка, аэлами и по звукам игры, кстати, тоже мне скажете, сделать потише или погромче, чуть-чуть попроще. Ну, Слэм, сразу к тебе вопрос, все-таки ты смотрел первые два тура в этой группе и какие шансы у кого, кто достоин второго места? Ну, вот Absolute Legends и Хавк, кстати, две команды, которые будут драться прямо сейчас за второе место, на мой взгляд. Просто еще непонятно, что с 3D Max, но если я не ошибаюсь, они вроде все свои игры слили и расклад очень-очень, очень-очень не очень получился. Ну, посмотрим. По поводу Вэри Геймс ты уже, наверное, всем действительно порассказывал, что эти ребята тебя удивляют. Ну да, да, сегодня. В кавычках. Я сегодня смотрел, я смотрел и хотел и верил в то, что сегодня кто-то перевернет в группе, но вот на ранней стадии чемпионата не повезло, не повезло. Пока что никому. Ну, как уже я понял, да, что Limondogs и Absolute Legends прошли с квалификацией Bring Your Own PC. Да, да, да. Очень хорошая команда. Ну и, как я ожидал, это будет два каких-то опытных шведских коллектива, микса. Не, ну Absolute Legends, они еще принимали участие в онлайн-квалификации, они проиграли команде Госу, той самой Госу, которую мы смотрели, матчи, которые мы смотрели вчера. Проиграли они со счетом по картам 2-1, одну затащили, это вроде был нюк на топах и отдали мираж последний, если я не ошибаюсь, хотя могу ошибаться. Но мираж и нюк там точно были, я просто последовательность не знаю карт, как они игрались и почему. Ну, а здесь 2-0. Посмотри-ка, и сейчас будет выход на банку. На банке у нас стоит Эллу в ожидании просто сказочных минусов. Ну, вот идет выход по флешку и сразу минусалу. Предусмотрительно играет Absolute Legends. Сегодня они уже отыграли свой матч с Free Games, вылетели достаточно уверенно. Хотя Фин отыграли уверенность в ВГ, как раз таки это там, это удаст 2. Ну, здесь им предстоят сейчас шведы, это немножко другой стиль игры и они будут, наверное, очень часто прикасаться друг с другом. Ну, будет очень много контактных ситуаций, скорее всего, от Фин отыгранных шведов и моменты. Ну, много раундов будет 2 в 2, 1 в 2 и тому подобные этапы. Ну, я тем временем, да, уже быстренько везде на своем ноутбуке пытаюсь зайти сейчас в CS и уже зашел в чат группы в Steam и привет всем написал. Ну, и жду хорошего CS GO, жду красивой игры, жду вот мастерства от команды. И, знаешь, побольше 1,6 такты, как мы понимаем, на этом чемпионате они действительно начинают рулить, знаешь, и прокатывать, да? Ну, в принципе, да. А ну, подтверди или опровергни мои слова? Ну, я подтверждаю твои слова полностью. Полностью? Ну, это хорошо. Полностью. Просто полностью. Ну, и здесь у нас хавки, друзья. Сейчас они играют первый девайсный раунд. Важный раунд, на самом-то деле, для них. И мы тут встречу проигрывать нельзя, хотя с Absolute Legends это какие-то принципы точно будут, потому что в интернете они тоже считают. Так, Насу минус с нижней АТ-шкой нормально принимает Вронекс и не давая ему затыкнуть на ящик и принять на голову Барыч. В итоге пуш по центру от Absolute Legends продолжается. Они вчетвером занимают мидл, втроем занимают мидл, плюс Лиди есть в верхней АТ-шке. Он стянулся оттуда с нижней, но они, в принципе, ждали врыва на... Либо выпада на центр. Но выпада на центр не произошло, и сейчас будет медленная, но уверенная игра в сторону пропета. Плюс Б плэнт. Вообще, серьезная команда у шведов. Смотри, они сейчас... Не, это мид, это мид, это сплит мид плюс Б. Тут просто дым, Лиди в итоге вылезает, он не чекнул Дэнс, Дэнс не чекнул его. Хотя нет, Дэнс его чекает, да, увидел Дэнс, перестрелка. И хэдшот от Лиди грамотный. Там же за воротами один парень. Разыгрывают фэр, поем. Ну, тут один зажим от рефлекса, минус дал, его должны были разменивать. Снослось, еще жесткий хэдшот на звук. Выпад за дверь, и красивая каска против Эр Диэлла. Последним остается Знил с Галилом. Вот он сейчас, наверное, плачет, потому что нет Фомаса. Был бы Фомас, он бы тут пошел пушить. Ну, 35 секунд, и успех этого парня вряд ли здесь ждет. Ну, вот хорошо, первый минус снул, но флешка, конечно, вовремя пошла от защиты. Тем не менее, посмотри, он выживает, дает флеш, там уже контры в опасности. Он их пушит, двоих в РСП, один слепой. Ой-ой-ой, что творит Знил, просто развернул ситуацию в свою пользу, играет один-одинский рефлекс, и тот из-под выкота добивает Знила. Такой хороший момент вообще. 3-1, 3-1, 3-1, первый девайсный, смотри. Первый девайсный финны взяли, все в порядке. Не, я вообще за финнов буду стоять, просто это единственная команда, которая не имела буткемпа перед этим турниром, не проходил никакие отборочные вроде как. Они просто сидели, играли дома, очень-очень много, в течение где-то одного или двух месяцев. Об этом мне Джуна Липанин поведал. Не, ну какая разница, был бы кем, не был бы кем, тренировались, тренировались, но мы видим все равно, что все-таки у шведов в Саосае есть опытные, очень опытные киберспортивные игроки. Да, они опытные в 1.6, но должны показывать, в принципе, хорошую игру и сейчас. Я думаю, что даст, опять же... Тут, я думаю, Решит знаешь, тут Решит в этой вот игре, на этом турнире у многих команд новых решать будет как раз-таки не их опыт, да, их ответственность. Именно ответственностью они могут взять. Просто если они приехали по фану, то ловить на таком турнире, конечно, нечего. Тут, кстати, накидали парапет и пошел сплит на Аплент, перекрывает НАДУ, помогает своему тиммейту, в итоге они забирают, в принципе, выход с банки. Но там атака продолжилась, и не практически на Апленте тем временем уже атака выигрывает перестрелку и занимает точку площадь защиты, как видим. Ну, сейчас посмотрим вообще. Вот бомба ставится, идет наглый-наглый врыв, фритекс также приходит с ПТФ, 2М они приходят на точку, перестрелка с плентом, минус 2 от финнов, и это ура. Да, это огромный ура, последний остается из Нил, вот Аллу пытается его наказать. Ну, клин-клином вышибают, да, игрока с Фамасом надо убивать Фамасом. Ну, и время заканчивается. 2-3, друзья, засейвил девайс его из Нил, но он там играл с Акам. Еще 2-3, абсолютно Legends будет эко с одним девайсом, если я не ошибаюсь, да, один девайс от Знила, нет, дроп пошел. Дал дроп странно, хотя по деньгам, смотри-ка, они могут закупиться, на самом деле, РДЛ может взять Дигл. Нет, вот 2-700, да, забрал калаш РДЛ, плюс закупился армором, все-таки бает Абсолют Legends. Игра в сторону длины, при том, что не по респу, они немножко потерялись, если будут быстро в банку выходить, могут пострадать. Так, банка, я наконец-то попадаю в игру, мне так сейчас будет гораздо проще смотреть, тяжело по маленькому монитору. Ну, конечно. Но там, если хочешь, можно побольше еще вроде сделать. Я вообще жду плей-офф, потому что все-таки мы изначально понимали, что в группах особо интересных матчей не так много будет, есть явные фавориты, мы вот проверяем на крепкость какие-то коллективы. Но пока что вот нас оставим за эти дни, особо никто так слишком сильно, наверное, не удивил. Что скажешь, Слэм? Ну, удивил, знил вот один раз, и все. Что я скажу, тут атака на пары, вот что я скажу. Да, уже основная. По-своему, Дэн, Питер, что творишь? Что ты делаешь, а? Ну, ничего, забрал Пронекс, в принципе, подъем забрал гусь и насу остался один на два тиммейта под бей. Сейчас будет просто выход с длины очень плотный, на яму сразу, сразу дошли на насу. Тут нужно уже не лезть, вот из-за чего они лезут-то, вот бешеные шведы. Да, им уже без разницы. Точнее, не шведы, а фигмы, куда же лезут там? Им уже без разницы. Не, ну посмотри, без разницы, не без разницы, там денег не все равно не так много. Вот только у этого парня рефлексы 400, 5500. Вот он сейчас красного не убил, между прочим. Ну, бай должен быть, могут купить. Тут есть на три девайса, по сути, есть на четыре. У насу, и я сомневаюсь. Ну, четыре девайса, насу с дилом. Финосольют. Они так и не играют, у них же стиль игры такой, вот именно. Ну, я думаю, он в ВП просто нужно. У одного не хватает, играем, Мэйк. У нас, если денег много, то что, берем, берут по диглу, да. Один полный сливной и придумывают что-то реально в таком из эко-раундов. А тут, смотри, 5а, и тут, наверное, сейчас разменный пойдет пистолет. Так, дигл нычка. Уже. Ну, и посмотрим, как финны. Ой, тут финны вообще нормально на аппленте встали. Не, ну, довольно простой такой сейчас эко-раунд. Ну, простая идея, засаду на аппленте. Ну, главное, как будет действовать сейчас шведская команда, прочекают ли они и прочекают. Смотри, они с чайпом. Они так и не собираются, они просто играют через безопасные позиции. Опять же, мид у них является. Да ладно безопасно, они сплитом выходят 3 плюс 2, они думают, что девайсы. Ну, а что, на миде на самом деле им безопасно находиться в такой ситуации? Ну, это мы видим карту. Стэшки аркады не было. Они играли просто в оружейный раунд, они даже не прочитали экономику немного. Как заняли на шару Б, тут есть один девайс от Скирка, сейчас посмотрим, что он с ним сделает. Пока его заставили в тупике постоять, он даже сам заблудился после этой флешки, оказался вообще на мидле. Не, флеш здесь, конечно, штука великолепная. О, Тафа, привет, пишет тебе. Смотри, за нас, да, сейчас посмотрим, тут такая засада у него слева-справа, тиммейт за спиной. РДЛ. Ну, нет, пытаются подреть за девайсы, не слишком это пока что получается, хотя вот сейчас посмотрим. О, нет. Вот тут вот уже такой косячок был, сейчас упадет у нас походу бита, да, падает бита от Эллу, Алла забирает два, 65 кп, уходит в мид, за ним, в принципе, погоня тоже идет, уже на винте два игрока атаки. Нет, один-один с нижней тэшки, выходит на Эллу, смотрим, ну что, будет хедшот или нет, 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 есть хедшот, есть хедшот от Эллу, ну вот одного уработал, ну и два в живых. И два калаша засейвили, хорошая эко, хорошая эко. Да, очень хорошо сыграли, хавки продуктивно для себя, на перспективе, я бы сказал. Не, ну все равно сейчас самое главное финном-то брать раунды, уже семь, фактически половина сыграно, и счет пока абсолютно устраивает шведскую команду, если они сейчас немножечко прижмут, додавят, то все будет хорошо. Пита играет с ВП. Ты знаешь, ты мне скидывал один раз какое-то видео про финна, который катается голой на коньках? Да, 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 да. Вот, я сейчас просто вспомнил, если хавки здесь выиграют, мы покажем вам это видео, дорогие друзья. Смотри, там тэшку поджимают уже, Пита простыкал. Да, я смотрю, я смотрю, ты не переживаю. Дым, 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 помешал ему, пожалуйста. Опачки, минус Е, сейчас будет вторая голова, и, ну не голова, но в тушку все равно удел, по голове вначале попало, отличная аркада от рефлекса. В верхнюю тэшку заходят два игрока с В-планта, тем временем, ну просто сделали клешни, 2 плюс 2, зажали тэшку, и шведы как-то к этому не были готовы. Ну шведы что? Теперь холт им предстоит на медле, они будут долго там отсиживаться, граната уже от рефлекса, как видим, полетела на 8, и минус 40 хп, уф, снила с этой хэшкой, жёстко. О, и Пита мог сейчас попасть с ВП, в это время он с Титаника смотрел тэшку, перетягивается на респаун, будет смотреть сейчас длину, ну походу. Кстати, а флешил от центра-то будет занят и Парыч, да, там один парень уже прошел на Парыч, есть бомба в медле. Но он там должен сейчас холдить, холдить, пока не выйдет Пита с длины, вот, и должен он жахнуть нахуй. Смотри, Алл очень жёстко играет с парапетом, но там по нему могут открыть. Да, Абсолют Леджендс атакует, а это конечная атака, всё, моментал, каплетела первая, Пита пробивает длину. Абсолютно дым, минус от Питы, минус от РДЛа, просто бешено, бешено шведы делают, а флэнд минусуют, вдобавок ко всему. Ну тут, конечно, Знил добил, но что поделать. А вот теперь смотри, сейчас Пита будет, наверное, выходить под флешку, чекать его спаун с ВП. Опачки, минус Знил, минус Знил и бомба в пункте этим временем. Ой-ой-ой, как не вовремя-то упала бомба на ту красавчик, конечно, хитро подрезал. Меняет Пита девайс, берет бомбу, ну и тут теперь нужно как-то быстро ему играть, 22, 28 секунд, нет, 19. 18, 18, 17, 16, вторая флешка, выход под нее, в два девайса сразу, Шкарк плюс НАТУ, вдвоем. НАТУ падает, и Пита пока что удачно реализовала, калаш, какой минус, второй был от Питы. Классно, классно сыграл. И это жесть. Ну чувствуется, знаешь, скилловые игроки, опытные, вот он сейчас чисто на уверенности даже сыграл. Конечно. Причем ни одного хэдшота всего в тушку залетело, но он очень уверенно подействовал, 6-2, и вот опять проблема у финнов. Да, играть не уверенно на крупнейшем, последнем крупнейшем чемпионате в этом году, это как-то... А почему они бай не играют сейчас? А, 2-300 опять у НАТУ, 2-400, 6-300, 4-200, 3-300, ну да, тут не поиграешь опять. Тут особо сильно-то, да, не разгуляешься настолько... Ну вот опять в Т-шку заходит, и бомба в Т-шке, смотрите, что сейчас произойдет. Неужели опять зажму? Нет, рефлекс просто ждет, стоит здесь в Т-шке, в него влетает флеш, кстати, тут уже Пронекс аккуратно входит, сразу чекает право, но рефлекс его убивает, ой-ой-ой. Еще раз с девайсю финнов, финны поджимают банку в этот момент. Все, девятка занята, восьмерка тоже, в принципе, чекается, здесь выход на Б, играет РДЛ, ставит хэдшот в тупке. Это инфа для финнов, пытаются здесь подрезать РДЛ сразу, но он еще и второй хэдшот дает в ответ к рефлексу. И подобранный девайс не был реализован, но у защиты он еще остается. Сейчас АВП будет реализована, наверное, в Т-шке. Рефлекс слабенько стрелял, сейчас, конечно, должен убивать план на Б. У тебя Пита пока что с АВП стреляет, как я, как бы, ну вообще никак. Зачем он его берет, непонятно. Для уверенности, я думаю, это все для уверенности. Итак, Пита, контроль и Т-шку, бомба стоит, Знил дает минус А, но... Сейчас здесь должен давать минус 2, либо будет фраг от Роттерделла, скорее всего, фраг будет, если его не прострелят. Ну, Т-шке там еще есть Аллу, но он не идет, я смотрю... Ну, Аллу будет ждать. Да, и НАТО уже убежал. Аллу-кавица, Аллу-кавица. Почему он такое не к ним придумал? Не знаю, 7-2, 7-2, и пока что игра под диктовку шведов полностью проходит. Тут, по-моему, с этим никак, вы поспорите, и отлично пока что эти парни идут. Наверное, и пройдут дальше, я так думаю. У них есть 3 очка, и сейчас, конечно же, битва между финнами за второе место в группе. И разница раундов, кстати, плюс 3 у шведов, у финнов минус 2, то есть ничейный результат устраивает шведский коллектив. Шведский коллектив, да, но финнам надо выигрывать, реально. Вот 3D Max, я думаю, ВГшникам отлетят. Я вообще ставил на 3D Max, потому что... Уже отлетели. На онлайн отборочных эти парни просто доминировали сильные команды, реально. Ну, уничтожение полное всем устраивали. Они там соотечественника всех покидали, волков, короче, дали. Смотри, какой врыв сейчас тэшку жмут с двух сторон сейчас парни из Финляндии. Ну, тут Пронакс разрулил ситуацию, вывел ее на 3 в 3, еще и верхнюю тэшку при этом закрыл, посмотри-ка. Опасен, опасен. Сейчас от Пронакса сделали фактически все. Сейчас можно сделать все, что угодно. Растянуты по всей карте шведы, финны, точнее, один на Б, один в центре, один смотрит длину. Сейчас просто собирайся вместе, беги куда хочешь. Но пока что халдят абсолютные легенды. Пока еще не очень легендарные эти парни в CSGO, но я думаю прокачаются. Им надо кикнуть, короче, Питу и взять легендарно сразу. Вот попадает все-таки Пита, на длине он тут все-таки пристрелял себе это место. До этого тоже с первой патрона убирал предыдущий раунд, когда брали. Ну и вот уже это, наверное, восьмой. Очень, очень, очень интересная игра. Вот так убили тупо Пронакса, вот если бы не давал бы эту флешку, может быть и не умер. Лучше б бежал бы, смотрел бы там на пару с тиммейтом. Ладно, 2 в 2. Ему, видимо, сказали занимать миш. Сейчас Пита будет респаунд снимать. Тап-тап. Скурк топ-тап. Так, ну, скурк сейчас будет топ-топ-топ делать, скорее всего. Не, он откидался, пи-там яму. Смотри, 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 в спине рефлексы. Ну вот, давай рефлекс Пауна, эх. Рефлекс Пауна не очень. 1 на 1 снил, чекает вот тут прыжках. Мы видели вчера неплохо стреляется, но и... Ой, 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 хорош. А я яешки, 17 хп узняла, осталось после этой стычки. Да, я хотел сказать вообще, что у нас уже третья команда появилась со стопроцентным результатом в группе. Это Верри Геймс, мы, в принципе, этого ожидали. И так у нас уже НИПы, Верри Геймс и Копенгагенские Волки. С максимальным результатом проходят плей-офф, и это пока что вырисовывается самые главные фавориты на победу на этом чемпионате. Но еще группа D сегодня, еще три матча группы D, плюс один четвертьфинал мы будем смотреть. Так что завтра вообще будет очень круто. Конечно, нам не будет, а завтра будет очень интересно. Кстати, завтра мы тоже с 11 утра начинаем вещание, репортаж с этого чемпионата, друзья. Начнем дать по 11, по 11 по Киеву, в 10 по Цету. Еще одним четвертьфиналом, потом полуфиналы, к сожалению, будут идти параллельно, один из них посмотрим. Ну и потом первый финал в зале, разборочка наделен этим временем. Ну и потом... Там, да, там будет пересадка на сцену, немножко туповатая система, как для нас. Нет, там наоборот, там наоборот, там пересадка со сцены будет, понимаешь? А, со сцены? Да, со сцены в зал, то есть первая карта на сцене, вторая и третья карты будут сыграться не на сцене, что-то вроде этого, но могут они... Это еще хуже, ну ладно, я думал наоборот, первое в зале. Ну я думаю, там в финале, кто бы не вышел, будет 2-0 в пользу Зени по-любому. Ну посмотрим, давайте смотреть сейчас, друзья, парыч плюс два длина, Эль Капитана на... Ой-ой-ой-ой, на Москвиче. Реклама, но тут есть рефлекс просвета, и это минус от рефлекса. Его должны были разменять, но вот сейчас Пита может исправить ситуацию, он выходит, чекает просвета, ВП, и минус сразу. Тубка против рефлекса, не тубка, это угол, вот я не знаю, кто его по-всякому, по-разному называет, но здесь этот угол реально царская позиция. Слэмчик, тут уже нет рекламы, тут Волга. Тут Волга? Тут Волга, да. Ржавая Волга лежит в углу, даже две. На Волге. Реклама Волги. Ну что, два в одного, тут пытается Скульт что-то сделать, дает гранату. Плэнт разменную, кстати, ему тоже залетела неплохая такая позиция, как пятую точку. Ну и отстреливает его, естественно, изнил грамотным стрельфом, спунта еще остановится. 9-2 в пользу команды Абса Салют Ледженс. Ну мне знаешь, кажется, что здесь чисто вот с карты хорошо начеркиваешь. А я знаю, что вспомнил, а ведь есть такая водка Абса Салют. Или нет? Есть. Или есть? Есть. Я нашел спонсора команды Абса Салют Ледженс. Кстати, команде Копенгаген Вульфс я тоже нашел спонсора прямо сегодня. Ну можно Хавкам тоже Финляндию спонсора. Я должен тебе просто это показать. Так, перестань. Ну нормально. Я понял. Так, друзья, смотрим, тут поджим от защиты. Аллу Эль Капитану уже поджал очень серьезно. Причем он Питу сейчас в бок, наверное, или на длину пойдет. Вот тут в этом самый главный вопрос. На длину ох, как там будет нежданчик какой для парня. У него еще и дигл. Ой, с первой. Иди сюда. Оп, второй. Не подзашлось. Снил разменял. Ну там снил тоже с первой. Поставил. Тут еще рефлекс, смотри. Рефлекс просвета. А вся атака по факту как бы на респауне тусуется. Сейчас если она чекает Насу, то да, Насу чекает. Видит под банкой парня. Но Насу уже не уйдет. С метла и не уйдет. Также Нат. Насу тоже упал. Насу все еще пытается затыкить этого молодого человека. Как он затыкал? Все вроде мимо летит. Все прелести CSGO. Ну, э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Оп, рефлекс. У меня далее сыграть выпад с просвета. Все, Насу с... С... Насу с Аскюрком. Еще Аник забрали. Ой, а тут два длина пошли. Сейчас будет просто кроволол. Если в спину выйдет, то ВП начнется. Не успеет. ВП выйти в спину. Там очень быстро. Трюкачу. Ох, смотрите. Скарг успеет. Успеет выйти на гуся. Там снил. И... Ах, ты ж на ступеньку наступил. Ах, ты ж второй раз наступил. Ах, ты ж граната снила. Ну, что за беда. Зато есть вот товарищ Насу, который мог сейчас отжечь. Но, к сожалению, для него шведы умеют поворачивать мышкой налево, а не направо. И это 10-2. Лидану дает этот минус. И вот все просто. Все как-то даже скучно. Я бы сказал. Хорошо играет сейчас команда снила. Ты говоришь, ты говоришь, что скучно. Ты знаешь, как мне было уныло, когда вот Абсолют Леджендс на нюке только-только начинают собираться. И просто опрокидывать Верри Геймс раунд за раундом. Потом берут и проигрывают. Вот это было. Вот это было. Не дотащили. Ну, еще мало опыта у парней. Да, им надо еще поиграть в голову, я думаю. Нет, просто Верри Геймс у них, короче, как я понял, такой расклад. Они играют два раунда медленно, раунд быстро, да. И быстрый раунд совершенно безумный. Смотри, на бочес будет рыб. Ох, сейчас будет схватка. И Хитер пошел уничтожать вместе с Пронаксом. Они убивают верхнюю тэшку. А с нижней тэшки чувак должен уже забежать. Рефлекс заходит, заходит. Он знает, что там уже есть игроки атаки. Айд вернулся, его зачекали. И это минус еще один от Пронаксом. Самый неудобный момент. Вот плохо словил тайминг, чувак. У финнов в итоге поставленная бомба. Выход за 10 для... Знаешь, они как-то без флешки там поджали СП. И очень глупо вышли на стволы. Ну, конечно, с определенным таймингом могло по-другому поучиться. Просто там должен был быть сплит-выход. Сплит-выход два с тэшки. И один выходит с нижней. С нижней чувак не вышел. Не вышел. Ну, во-первых, даже при любом сплит-выходе в начале раунда желательно давать все-таки флешку, наверное. Ну, кто его знает. Ладно. А два просто померли. Вообще просто померли. Негативная, наверное. Короче, я думаю, что в течение полугода у нас все станет на свои места. Все 1,6 топовые игроки будут топовыми игроками в CSGO. Конечно, будут. Куда же они вернутся? Без вариантов вообще. Без вариантов. Только полякам что-то не хватает. Полякам надо нюх учить. Не, ты помнишь, как они Тускан раньше проигрывали, а потом всех научили играть его? Помнишь, как было? Мы там на ДМ-5, 16-1 уехали. Ребята, напоминаем всем, что вчера команда ЕСС Польши проиграла все свои три матча на нюхе. В связи с этим Вилат расстроился и Дота будет комментировать очень плохо. Сегодня на Ви комментировали там всей своей командой первые матчи по Доте. Да, потому что Вилату скучно. Да. Ну, смотрим за продолжением, точнее, за концовкой первой половины. Да и вообще тут, наверное, в этом матче, скорее всего, все уже понятно. Если сейчас дожмут до конца, 13-2, то уже 100%, я думаю. Опачки, минус Отертелла, забирает Насу. Длину нормально разыграли. Рефлекс тягивается, как видим, сейчас на парке. На парке уже есть атакующий игрок. Длину пытается открыть и оставить за собой РДЛ. Ему удается это сделать. Красивая реакция. Пронок забрал рефлекс на парке. Тут просто атака по всем позициям. Пита вышел, мидл в центре подрезал. В общем-то, все отлично отстрелялись. Все просто уже посыпались. Просто посыпались. Они даже не собираются собраться. Ну не знаю, они вроде... Ключевом матче для них, Абсолют Ладжинс, их просто уронили. Я не знаю, они вроде пытаются собранно играть, но у них вот... Их просто перестреливают сейчас. Открыто перестреливают парни. Хотя там Аллу, Нату, Насу. Ну тут посмотрите, вот такие три парня. Которые должны очень хорошо сдавать. Ну, смотрим за продолжением. Три Тэшки, туда же бомба уходит, два длина. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто божит на длине, минус Насу сразу. Здесь два под Б играют сейчас игрока без бомбы. Кстати, бомба в Тэшке. Все, бомба в Тэшке. Все, бомба в Тэшке. Это Б, это Б. Флэшка от рефлекса удачная. Все три в стопе. Минус Дэнс должен делать рефлекс. Да, забирает, идет. Играет стрейф на Тэшку. Не, рефлекс так чё-то творно просто прискочил на помощь. В последнюю секунду отрезал флэшки, дал минус, остановил туннель и ушел. Какой красавчик. Он не видел сейчас дым на меде. Он понимает, что это возможно... Ну а Знил уже в парочке. Возможно выпад. Нет, ну вот сейчас может с парочкой умрут. Ушел Знил. Ой, боже мой, красного оставили. В итоге два красных осталось на защите. Да-да-да, аккуратно гранаты. Но Знил, по-моему, чувствует, что нужно... А, что это было? Это шумовая граната. Лол, развели. И, опа, алло, хороший фаззумчик. Выходит Пита в спину, минусалу сразу запирает плент. Нет, не запирает. Сейчас убьют, сейчас убьют плент. Смотрим на Лиди. Да, Лиди ставит. Ну, должен был хэдшот поставить, но не убыл. А мне картон раунд сейчас возьмёт. Давай смотреть. Он сейчас вот увидел, по-моему. Увидел, увидел, увидел. Это интуиция спауна от рефлекса. 3.12, друзья. Рефлекс прополз. Увидел-то увидел, но попал, конечно, кривовастом. Да. Ну, убивать-то надо, конечно. Уметь, уметь. Но вот он... Ну, у него не было цели, наверное, попасть. Да я думаю, ещё 12.3, как бы, говорит сам за себя. Абсолют Ледженс абсолютно уверен в том, что они Ледженс. И во второй половине всё у них будет сладко-гладко. Если, конечно, финны не возьмут случайно пистолетку и не устроят кроволол. А тут и без пистолетки, знаешь, на оружейных одних можно нормально тащить. Если, чёрт возьми, не умеют защищаться шведы. А они-то, вот сейчас посмотри, умеют это делать или нет. Чё тут делать? Я пытаюсь тебя включить в автодирекцию, чтобы у тебя сама игра смотрела за тем, что происходит. Не, мне не надо. Там тема в том, что там всё продумано. Там идёт переключение от режиссёрской штуки. Слава богу, в CS GO сейчас всем доступны бинды на каждого игрока. Поэтому от единицы до нуля. Поэтому тут в любом случае всё очень быстро бывает. Ну, а здесь выход парапет тем временем. От хавского прикрытия аркады. Аркадам нижнюю тэшку пыталась ворваться от Абсолют Ледженс, но их закрыли. Пять парочек? Нет. Их не закрыли, их закрыл один Нату, который оставался смотреть спину и дал минус два, когда на него выходило четыре соперника. Ну, какой красавчик вообще. Если, конечно, не читер. Если не читер, да. Ну, должны по идее брать раунд. Хаешки парочек, минус, отлично. И счёт. Наталья накрыла просто хорошо РДЛа, вот сильная сторона, явно говорит само за себя. Посмотри, пока без шансов. Вообще без шансов. Пока даже фраги не смогли сделать игроки Абсолют Ледженс. Последний Пронокс, минус. И вот это то, что нужно было вначале. Надо было на нож Пронокса сажать и потом писать в чат. Камбэк. Ну, вот теперь уже хорошо. По лучшему сценарию идут сейчас финны на второй половине. Два эко-раунда, по идее, сейчас мы будем наблюдать. Весёлые девайсы, два Бизона, кирпич. Я думаю, там сейчас будет на эко какое-то исполнение по-любому от АЛ. Нет, дефолтно разбежались, 3-2 без исполнений. Хотят просто разыграть. Атака просто в фаст БФУ на Пронокса сразу его снисти. Ну, всё правильно. Почувствовал гнев Бизона финского на себе. Ну, не бояться ещё. Я думаю, всё-таки совсем скоро люди уже научатся здесь на Б давать там жёстких флешку, хаешку, молотов и тушить просто даже на эко всю эту аркаду. Ну, посмотрим. Ну, тупиду спалили в нижнем, гранату дали. 61 ТП остался, он зачем-то продолжает. А там его димейти, просто они всей кучей пошли, сдохли в одном месте. Молодцы. Хотят, видимо, без приключения они закончить атака-раунд и начать уже играть девайсное. Ну, посмотрим. Ещё один эко по-любому будет у шведской команды. Сейчас будет минус. Сейчас будет минус. Минус! Ещё умудрился там в ноги настрелять рефлексом. 12-5. Да, но... Ставишь на финнов, веришь в финнов? Они просто против фаригейма, знаешь, сегодня так потащили, так старались. И что-то у них пошло не так. Кто-то им сказал, успокойтесь, и они остановились и сыграли просто как пушечное место. Ну, знаешь, в данный момент, пока мы не видим оружейных, всё кажется вроде бы не так уж и плохо. 12-6. Ты же понимаешь, как и я, что Абсолют Леджинс не будут с пистолетами играть до конца второй половины. Не, ну понятно, но 12-6, там берёшь один раунд, это уже 12-8, а там можно и потащить, по сути. Там будет такой запас. Смотри, на морозе Насу открылся на Б, вообще на морозе. Да, но туда... Вернулся от двух флешек. В паре с АО, они, в принципе, принимают всех. Троих и четвертых. Или нет, да, Насу забрал и четвёртую, и пятый. Крывается, Знил такой, оп, подскользнулся. Познаваться на Б флешки пошли уже, когда зашла вся команда атаки. И если бы чуть-чуть раньше, на полсекунды, могли бы, кстати, отстрелять неплохо. Но, увы, не повезло шведскому коллективу. Ну и вот смотрим девайсы. Кольты, кольты, кольты. Ну да, но он с Фомасом здесь пока что ещё не стрелял жёстко. Хотя нет, когда они играли с Верри Кеймс, он там дал несколько минусов. Прям знаешь, таких вот... Сразу было видно, что это из Нил стоит. Ну, я уже экономил деньги, ему хватало на Кольт, но он с Фомасом решил играть. Тысяча двести у него осталось. Зачем ему Кольт? Ну, реально, вот он с Кольта стреляет хуже, чем с Фомасом. Так, в 1,6 было, по крайней мере, здесь пока ещё непонятно, но я думаю, всё то же самое. Просто Бёрст, ты знаешь, это такая... Так, сплет пошёл, три центра уже вышли, минус Нил в Респе, а как хорошо, и сейчас тут один лид, да, но его, ну, можно зажать. РДЛ, аркада длина, если сейчас падает, то атака в преимуществе нет. РДЛ не падает, забирает лид по парку, как бы здесь выход Б. Хавки накрыли, Б плэнт. Питта может ещё подрезать пару игроков, ну, в спину. Ситуация 3-2 плюс РДЛ сейчас может решить, если убьёт Т-шку. Не, не пошёл в Т-шку, решился. Питта залетать будет на морозе, смотри. На морозе залетает. Нет. Ну, не-не-не, он прочекал сейчас дэнс, граната, плэнт, флэшка от атаки и ушёл за стеночку. Ну, тут знают примерно, что один в Т-шке. Уходят, уходят на сейф. Да, уходят на сейф шведы, седьмой раунд для филов, и, походу, они реально собрались тащить. Вот это уже гораздо интереснее. Я так хотел, чтобы это произошло, камбэк. Чтобы ястребы начали тащить? Или ты хотел, чтобы просто был камбэк? Собраться, даёшь 15-15. А этот счёт устраивает шведов, кстати. Ну, в принципе, да. Но сейчас финны их перевернут 16-12, и шведов этот счёт не будет устраивать. Ну, это будет жестоко. Если 16-12, это будет реально круто, 13-0, это... Это будет не супер круто. Это жёстко. Это будет не просто круто, Таффо. Это будет круче, чем, не знаю, как этого чувака лысого. Круче, чем Моди. Который такой крутой, и у него голова, как яйцо. Это будет круче, чем Мистер Пропер. Это будет супер-блестящий результат. Ну, окей. Вот сейчас, кстати, пытаются агрессивно играть на длине. Сейчас шведы, Пита, там, РДЛ играют на паджеме. Точнее, РДЛ на паджеме, Пита его страхует. Под флешку банку, что ли, будут занимать? Нет. Дым положили. Сейчас Насу на парыч играет очень чётко. Он там флеш съел. Он, правда, натопал очень-очень негативно этот опыт мог решить. Если бы кто-то был в упоре, его бы, конечно, заперли. Но никого нет в упоре. Видим по позициям, как встали. Бонусом является изенильчик на центре, который будет давать инфу сейчас по факту по медлу всему. Ну, непонятно. Я так, скорее всего, сейчас, если не открывают длину, то, наверное, они с парычем всё-таки развернутся и идут в сторону Б. Всё-таки вот видишь, Финны... Вот понимаешь, Финны нормальные парни. Они понимают, что да, пусть это и КСГО, но если вы отдавите парыч, мы, конечно же, пройдёмся через него. Ну, тут понимаешь, такой темп игры тоже. Дым положили, смотри, прошли, НАСУ сразу падает вниз, идёт на рекламу, чтобы её застать врасплох. Длина, по факту, пустая, весь лонг чистый. Там есть ями пита и РДЛ на длине. Азнил, посмотри, Знил всех услышал, всем дал инфу. Защита просто сейчас перестроится. Им надо перестроиться в сторону Мидас. Пирк пойдёт на длину. С длины, кстати, никого не выбили. По факту, как бы 5-5, да и бомба стоит. Первый раз такой есть. То там никого не было, то никого не выбили. Ладно, давай, давай, смотри. Парыч, рефлекс, минус один. Минус два от рефлекса. Нет, пробили, пробили. Игрока атаки на парапете будет выбивание с парапеты. Видите, моменталка первая влетает от Пронаксона, она была кривая. В итоге Абсолют Леджендс, сами белые, принято решение уйти. Это будет сейф от девайсов, потому что пита погиб. Это 8-12, и пока Абсолют Леджендс абсолютно... Вот так и нужно играть. Вот отдают вам Парыч, ходите в него, не бойтесь то, что вас выбьют с точки А. В любом случае, это уже по-любому поставленная бомба, как минимум лишние деньги и никаких жертв для команды. Пусть отдают Парыч. Для любителей играть там в троемном длине, пожалуйста, играйте. Вот финны показывают, как нужно карать такие раунды. Но, правда, это еще не конец. Все-таки должны, что шведы, взять раунд. Когда это только случится, непонятно. Два девайса, денег нет. Что по деньгам? Ну, кстати, я не знаю, почему не взяли. Смотри, 3-800, 3-400, 3-900, плюс два девайса и два армора. То есть, мы могли брать по-любому сейчас. Они ждут скидок. Я тоже так думаю. Они ждут дисконтные недели просто, потому что без скидок закупаться в CSGO дорого, походу. Ну, я вот это единственное объяснение. 5 раундов подряд проигрывают и, наверное, на шестой ждут большие скидки. То, что им навалит денег много, не знаю, не знаю. Не, они возьмут просто 4 АВП, пойдут и будут играть. 4 АВП такие, знаешь. Такие звуки. Смотри, очень аккуратно сейчас играют финны. А тут Пронокс сейчас может на самом деле получить баба по голове и лови редиску сразу просто от НАТУ. Угощает НАТУ финским свинцом. Минус Лиданом, отлично. Ну, Лидан, это Лиди. Лиди его не вправе. Мне больше нравится Лидану. Ну, нет, женское имя Лиди красивее. А тут у него ник такой, понимаешь? Смотри, сейчас будет интересно. Минус РДЛ, Фарыча, минус Пита. Ну, и, в общем, все. Знил последний с Респа идет. Скальтом, скальтом. Смотри, если он кого-то убьет Скальта, то Фомас больше не пугает в этой игре. Все, все, чувак. Смотри, не испугались его и убежали. Какие красавцы, финны. Знил, Знил дал один хэдшот на финны. Посмотрите, бегут. Они не рискуют. Все правильно. Два краски сейчас. Мало ли что. Минус два даст. Один в два. Там уже паника. И он это понимает тоже, походу. Смотри, 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 как он... Опа-па-па-па-па. Он грамотно играет. Хитрый жук какой. Хитрый. Все, спалился. Минус один. Минус два. Минус... Ах, ну вот на минус три чуть-чуть не хватило буквально, чтобы забрать Эллу. Но тут еще с меда поджимали. 9-12. Хабские друзья догоняют Абсолют Леджинсы потихонечку по раундам. Но мы-то знаем, что у Абсолютных легенд еще есть в запасе бабки. А они сливали, чтобы два девайсных подряд сделать. Посмотри, вот они дисконты. Бескотная скидочка пошла. Ну смотри, там 3 тысячи, 300, 1600. А, ну да, тут два уже никак не получится. Не, может ты... Может АВП два взяли? Питас АВП. Знил с Фамасом продолжает играть. Знил копил на Фамас два раунда, получается, что ли? Ладно, здесь выход Лена очень агрессивный от атаки. И пошел зажим, зажим, зажим от Лида. Нифига не зашло. В итоге Натан уничтожает Знила. Идут размены от РДЛа. Дает он сразу минус два. Запирает весь сплит по длине. Но парычто, парычто остался свободный. И Финн выходит именно туда. И сейчас у Пита будет его звездный час. Ему нужно с АВП хотя бы кого-то убить. Но он никого не видит. Никто не лезет на Питу. Все знают, что нельзя на него лезть. Ну давай посмотрим, как сыграет Пронок. Сейчас этот парень будет пытаться отбронить парапет. Врыв. И бронит парапет, бронит парапет два раза. И остается последний Насу, с которым расправляется РДЛ. И вот они абсолютные легенды из Швеции. Там такой смех у РДЛа произошел. Выходит атака. РДЛ в яме. Убивают его тиммейта справа. У него уже направо прошли на длину игроки атаки. Он даже не разворачивается, туда не смотрит. Воюет с типом, который только выходит из коробки. Потом посмотрит направо. Идите сюда, мои сладенькие. Одного, второго. Ну как-то повезло парню. На самом-то деле могло все по-другому. Вот и, кстати, завершиться, если бы его убили. Да просто финны с собой что-то привезли. И вчера вместе провели вечер со шведами. Ну может быть. Но тем не менее, первый раунд защиты для шведского коллектива. Они могут, конечно, порадоваться. Очень порадоваться. Это прямо... Опа, Пита перестрелял Аллу. Вот этот звездный минус от звездного бита, друзья. Ну важнейшие, кстати, раунды. Вот я сейчас возьму два подряд. Это будет очень на руку как раз АЛ. Абсолют Леджендс. Ну смотри. Нас у нас тут на мидле вдвоем. Сейчас дым-то закончится. А, вот второй дым пошел. Это парыч. Это парыч. Спокойно, финны уверенно. Пройдут по нему. Дойдут до винта. На винте может какие-то расклады попробовать. Все правильно. Это парыч стайл. Даже в меньшинстве туда нужно ходить. Опа, парыч стайл. Не, нас запустили. Они ждут просто выпады на мид. Но опять же, выпады не играются. Вот так часто. Что там на длине делают эти маньяки? Посмотри. Три на длине. Засада от Абсолют Леджендс. Да нормально, пацаны сели. Им хорошо. Там я изнил. Так они находятся в большинстве. Играют 5 на 4. И втроем в саду на длину. Тут уже можно было перестроиться. Так какая разница? Смотря. Они в любом случае что? Если бомба B. Выход B. Они все равно будут стягиваться вчетвером. Один будет с КТ и Респа закрывать просто. Мид. А они тупо зааркадят. Как бы сместятся. Здесь же быстро будет. Но все-таки понимаешь. Выбивание с длины. Это все равно риск 50 на 50. Сейчас я считаю. Ну давай. На поздней стадии раунд уже не. Ну давай смотреть. Давай смотреть. Смотри на Ату. Они больше не зря. На Ату падает в дым и бежит на Питу. Зачем ты бежишь на Питу? Лаваш убивает на Ату. Питер. Кстати. В переводчике. Вот наберите будет Лаваш. Вот нормальный темат. Вот минус длина. Вот если бы еще Питер первый так бы не сдох тупо. Но это было бы вообще замечательный раунд от Финов. Но теперь нужно втроем вытаскивать. Лаваш его завернул в себя. Лаваш сейчас второго завернет. Ой, Насу, какой хэдшотер. Минус РДЛ. А тут длина проходит. Длина Лиди взрывается. И гусь. Ну что, подъем. Стреба с подъема. Пронокс минус рефлекс. На гусе перестрелка отлиги. Лиди заканчивает ее всему пользу. Остается скиург. Ему надо здесь сотворить нереальное с двумя хпи. Как мы знаем, он не фокусник, не волшебник. И даже не Дэвид Блэйн. Поэтому ему не удается сделать минус 2. Пафа, почему ему не удается сделать минус 2? Да потому что зачем? Вот вы играете в меньшинстве, и еще у вас один Гастелло прыгает в респаун. Гастелло. Гастелло. И просто попадает на прицел Питы, который просто смотрел в длину. Так совершенно случайно. Такой, оп, иди сюда. Ну что, 14-9 и 2 раунда Absolute Legends. Ну давайте, финны. Ну слушай, а ваша компания сейчас затащит просто. Да, давай подожди. Я думаю, что вот эти вот НАТУ, НАСУ, АЛУ, вот эти вот все непонятные ники сейчас должны порвать. Точнее. Если финны выиграют, Салам обязан включить видос. Ты когда-нибудь переводчик забивал вот НАТУ, о смысле финских ников. Я когда посидел, получил финские фамилии и имена, я решил, что лучше вообще ничего. Опа, Пита. Просто пытаться их произносить. Аркада Парыч очень-очень успешная, а тем временем здесь идет сплит. А, Парыч плюс длина. Ты посмотри. Ключевая закидка, моменталка дается в Парыч. АТЛу, и он упрыгивает на длине, НАТУ открывается с Парыча. Она никого. Но бежит РДЛ, надо было прятаться. Он побежал. В итоге 4 в 4 пытаются здесь атака, пытаются раскидать просвет. Там дыма столько, что просто, не знаю, любой брастоман обзавидовался такому количеству, наверное, но решают все-таки Абсолют Лоджинс не идти через этот Кумара, пройти через Парапет, сыграть на выбивание в ПЛН. Но на Парыче меткий воин Насу отспреивает Питу. Видишь, как бы ни старался Питу, все равно нам берут раунд пины, скорее всего. Давайте посмотрим. Здесь лиди, которые, в принципе, с Бронаксом вдвоем, они вот это отрататарили, а не Парыч. Вот это называется грамотное культурное выбивание по Швецку. Еще есть нормальные позиции такие интересные у финского игрока последнего. Ладно, Парыче. 4, 3, ну попади. 2, не сбил, не 1. Не сбил, не кей. Аа, так-так-так-так-так-так Так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Я в ладоши хлопаю просто парню, радуюсь такому повороту событий. Ты какой-то странный мальчик. А я просто, я с ума схожу, когда вижу «Ниньзо-де-фьюзу», потому что, ну, нереально. Вообще нереально вот так вот раунд отдавать Вот один парень из финской команды пошел за Питой Ну не за Питой, за кем-то надлинул Сидел в банке весь раунд, когда уже нужно было помогать здесь парням Второй пошел обходить спину Парыч Третий подгулял Ну такое классное начало Нет, ну начало там Пита дал минус, но неважно Потом хороший размен, но в любом случае Вреда раунд получился Да ладно, радуйся, лаваш завернул Ты знаешь сейчас у Абсолют Леджинс какая мотивация? Это вторая? А, все, все Вторая шведская команда На этом раунде смысл игры закончился Короче, один дым и все Нет, уже все, уже второе место в группе Абсолют Леджинс Ну да Уже все, да, уже все Уже можно не смотреть Но финны все равно постараются сыграть хоть на какой-то принцип Может они выкатят яйца и сыграют 15-15 Их так для себя, знаешь, это тоже иногда полезно Полезно ощущать свои шары на месте Ну уже поздно, все-таки поздно Уже можно на Абсолют Леджинс просто вставать и говорить Да есть же, мы в плей-офф Ну скорее всего там просто Пита заворачивает сейчас всей команде в шаурму И они все дружно отправятся на ланч Бизнес ланч Таффо, ты сегодня будешь есть бизнес ланч в Киберспорт-арене? Я уже съел, я договорился, чтобы мне сделали другой А что ты будешь заказывать? Я потом тебе расскажу Ну скажи мне сейчас, что ты заказал, мне сейчас интересно Чтобы люди тоже пошли себе что-то похожее приготовить Чтобы мы ощущали тимплей людей, нас Это же правильно Ну мне вместо этих макарон мне сделали стейк и картошку такую прикольную И помидорки, огурцы, суп Все как надо Все как надо, а я съел супец, короче, такой с курочкой навернул И макароны с курочкой навернул Ну вот я просто у меня как-то комбо Комбо это мне не понравилось Ладно, ребят, мы извините, что вы так отошли от темы Видимо Слэм подумал о еде в этот момент Да просто последний раунд и финны здесь слили Поэтому можно о еде, можно о полезном, друзья Ну что, Абсолют Леженс, друзья Держивают победу в этой кровожадной схватке Двух миров Финской кс-сцены и шведской кс-сцены Человек-сосед тем временем также говорит нам с добрым утром Ну а мы... Блин, я сегодня думал своего соседа прибью просто Я уже был настолько злобен и кровожаден Что я уже думал брать какой-то просто дрыны и идти наверх Просто брать дрыны и идти наверх Ну как можно там начать в 7 утра что-то там Оббивать плитку, по-моему Ну что так просто у меня все стены тряслись Я это понимаю Ну вообще игра-то как тебе? Давай по турниру чуть-чуть поговорим Хорошо, если говорить по турниру, ребят Мы сейчас переходим через час, где-то минут сорок К играм группы D Это уже последняя группа несыгранная остается у нас Ну и что интересного там будет Во-первых, это американцы Динамик Во-вторых, это Анексис В-третьих, это немцы не факулти Ну и просто взявшиеся из небытия парни из Лиман Докс В общем, интересная получилась группа D Поэтому, я думаю, мы посмотрим три замечательных матча И еще один вечером четвертьфинал Ну и после этого ждем вас уже завтра В группе C все ясно Слэм, не знаю, заполнял или не заполнял Нет, я еще пока что ее не заполнил Но я сейчас этим займусь Французы первые, Absolute Legends вторые Хавкс третий, 3D Max без победы Четвертая команда, тут без шансов Ну и Вери Геймс все-таки пока что подтверждает свой статус хорошей команды Претендующей как минимум на топ-2 Но почему-то мне кажется, что Возможно на этом турнире они даже не доберутся до финала Вот почему-то мне так Почему ты так думаешь? Ну мне кажется, что вот, не знаю Ну там Absolute Legends, знаешь, плановую игру сыграли с Вери Геймс Они могли, если бы постарались, они могли бы их перевернуть Просто не стали этого делать Потому что со второго места выйти, потом какие-нибудь слабые в одной четвертой Я думаю, знаешь, вот Копенгагенские волки, вот, мне они больше понравились, чем Вери Геймс Я думаю, датчане их могут прибить Нипы точно их, понятно, могут прибить Да, и те же Absolute Legends, если подсоберутся, может быть, так же разберутся с Вери Геймс Поэтому, ну еще непонятно, кто из Д выйдет Я хочу, чтобы Лемон Докс так вот выиграли группу Д Это было бы очень круто и неожиданно Слэм Да, я сейчас, сейчас Я пытаюсь найти одну ссылку, мне она очень-очень сильно нужна Окей, давай Я ее должен был найти Ну и, в принципе, что еще, если интересно, то можно вам рассказать Появилась ли статистика, давайте посмотрим по этому чемпионату Плэнс, сейчас По Биоку, кстати Лучшим РДЛ был в квалификации Брингион ПС Absolute Legends игрок Брингион ПС